Найдите предел суммы n членов данной последовательности при n, стремящемся к бесконечности. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Итак, мы имеем сумму n членов какой-то последовательности. 1 на 2 факториал – это первый член последовательности. Давайте обозначим его через a1. 2 разделить на 3 факториал – это a2 и так далее. an разделить на n плюс 1 факториал – это n член последовательности. an. Или еще по-другому, n член последовательности называют общим членом последовательности. Потому что при подстановке вместо n порядкового номера члена последовательности, мы как раз и сможем получить любой из членов нашей последовательности. Давайте это проверим. Например, чтобы найти a1, нам нужно 1 подставить вместо n в формулу n члена. То есть в результате мы получим 1 разделить на n плюс 1. Вместо n подставляем 1. Получаем 2 факториал. Да, так и есть. Для того, чтобы получить a2, нам нужно число 2 подставить вместо n в нашу формулу общего члена. И так далее. Попробуем для нашей конкретной последовательности записать каждый ее член в другом виде. И начнем мы с ее n члена. То есть n член был равен n разделить на n плюс 1 факториал. Обычно для того, чтобы данная сумма упростилась, n член представляют в виде суммы или разности каких-то более простых слагаемых. Это можно сделать, например, следующим образом. В числителе к n прибавим 1, но чтобы ничего не изменилось, вычтем 1. Знаменатель переписываем. Теперь попробуем подчленно поделить на знаменатель n плюс 1 и 1. В результате получаем n плюс 1 разделить на n плюс 1 факториал. Да минус еще 1 разделить на n плюс 1 факториал. Сокращаем числитель и знаменатель первой дроби на n плюс 1 и получаем в числителе единицу, а в знаменателе уже n факториал. Вторую дробь переписываем. Итак, нам удалось n член нашей последовательности записать в виде разности. И вот теперь для упрощения данной суммы удобно каждый член нашей последовательности записать по вот этой нашей новой формуле. То есть переходим непосредственно к нахождению нужного нам предела. Давайте запишем вот здесь знак равенства и вот сюда этот знак равенства перенесем. То есть нам нужно найти предел при n стремящемся к бесконечности. И для того, чтобы получить первый член последовательности, нам нужно формулу общего члена подставить вместо n число 1. Подставляем, получаем. 1 разделить на единицу факториал, то есть получаем единицу. Минус, подставляем единицу во вторую дробь, получаем единицу деленную на 2 факториал. Переходим ко второму члену нашей последовательности. То есть нам нужно найти а второе, а это значит n равно 2. Подставляем вместо n число 2 в нашу новую формулу и записываем второй член нашей последовательности по новому, то есть в виде разности. В результате получаем 1 разделить на 2 факториал, минус 1 разделить на 3 факториал. Записываем в виде разности третий член последовательности. То есть подставляем вместо n число 3. И получаем единица разделить на 3 факториал с плюсом, минус единица разделить на 4 факториал с минусом, плюс и так далее. Теперь запишем предпоследний член последовательности, то есть a n минус 1. Для этого подставляем вместо n, n минус 1. В результате получим единица разделить на n минус 1 факториал, минус 1 разделить на n факториал. И осталось переписать n-ный член последовательности. То есть плюс 1 на n факториал и минус единица разделить на n плюс 1 факториал. Далее приводим подобные слагаемые. И в результате в скобках у нас остается только первая слагаемая, то есть единица, и последняя слагаемая со знаком минус. Минус единица разделить на n плюс 1 факториал. Предел разности равен разности пределов. Предел единицы равен единице, так как предел константы равен самой константе. И предел второго слагаемого, учитывая, что знаменатель стремится к бесконечности, предел всей дроби будет равен нулю, так как обратная величина бесконечно большой является бесконечно малой. А это значит, что в результате предел оказался равен единице. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Продолжение следует...